Добрый вечер, друзья! Спасибо, что пригласили. Я никогда Тверь не видел такой красивой, как сегодня. Погода просто потрясающая. Мы приехали с женой, когда в два часа дня, и вот гуляли, просто не нагулялись еще. Ну, надо же лекции читать, а то бы еще погуляли. Тема сегодня, как видите. И когда говорим о времени, я разные аспекты хочу осветить этой проблемой. Хотя Люба говорила, что надо покруче, покруче. У меня у нас умная публика, давайте. Да, я не сомневаюсь, но это не значит, что надо вот прям покруче. Главный аспект времени, это можно ли в нем путешествовать. Люба, а нельзя вот это вот потушить немножко? О, спасибо. Совсем другое дело. Машина времени. Это, конечно, самое интересное, что можно было бы о времени создать. О машинах тоже поговорим, но только не о таких, как в фильме «Назад в будущее». И они вперед тоже летали. Поговорим о том, можно ли назад, можно ли вперед. И вообще о времени. Время – штука. Я вчера электронное письмо получил. Я довольно регулярно читаю, но по-разному преломляю эту тему. И один молодой человек, уже не очень молодой человек, написал. Я и не думал, что время – это так сложно. Это действительно очень сложно. И у нас студенты этим пять лет занимаются, и вряд ли все аспекты освоили. Я посмотрел, какие разные машины времени бывают. Это американская, но понятно, автомобиль, что еще могло быть в качестве машины времени. А это вот наше, отечественное. У американцев автомобиль, у нас велосипед, естественно. У Стругацких, по крайней мере, был велосипед в качестве машины времени. Это тоже было круто, потому что все, наверное, мы любим эту замечательную поезд. Понедельник начинается в субботу, поскольку у каждого из нас он начинается в субботу, конечно. И не кончается никогда этот понедельник. А у англичан вот такая машина времени. Почему-то полицейская будка. Она же космический корабль была. Это был такой сериал «Тардис». И вот, пожалуйста, вам машина времени зашел. Я думаю, если в нашу полицейскую будку попадешь, то, в общем, тоже время растянется некоторым образом. Хорошо. А у меня любимая машина времени вот эта, конечно. Это группа моей молодости. И они уже состарились, и я, и ровесники состарились. Но мы очень любим Макаревича, и как-то вместе с ним и дел по жизни. Про машины времени, наверное, не первым вспомнил Уэллс, но он первым сделал это топовой темой. И сколько уже экранизаций было, и сколько всяких вариаций на тему машин времени. И о них я тоже поговорю. Но это все, чтобы только начать разговор. На самом деле он будет о времени. И о том, можно ли действительно в нем путешествовать. Можно, можно. Вот мы сейчас сидим, я еще стою, вы сидите, и мы путешествуем во времени. Каждую секунду на секунду вперед передвигаемся. Иногда не хотелось бы так быстро путешествовать во времени вперед. Но, а может быть, и можно притормозить. Посмотрим. А для начала просто о времени. Во-первых, что такое время, я объяснить не могу, и, наверное, никто не может, хотя люди пытаются. Я в одной философской работе нашел такое определение. Время – это длительность. Ну и что? Заменили одно слово другим. Это тавтология. Это никакое не объяснение. И дело в том, что вообще в любой науке есть фундамент, ну, в математике говорят аксиомы, в физике там фундаментальные понятия, которые не объясняются через более простые. Они сами предельно простые, и только на уровне интуиции их можно понять, а проще, чем они, уже не объяснишь. На их основе строится более сложное. Так что не будем думать о том и пытаться объяснить. Для физиков, для астрофизиков, главное – научиться измерять. Вот это наша работа. Мы ничего не определяем. Мы измеряем, строим какую-то математическую модель, которая наше измерение позволяет прогнозировать в будущее. Полет космического корабля, полет планеты. В общем, прогноз – это работа науки, а нам для этого надо аккуратно измерить. Вот как мы это делаем? Либо мы находим какие-то периодические процессы в природе и говорим, а вот давайте теперь считать. Если мы нашли или создали какой-то периодический процесс, мы просто сидим и загибаем пальцы. Сколько раз он колебнулся, там, маятник или что-то еще. Это для нас линейка времени. Либо мы создадим динамику, то есть теорию, описывающую движение тел. И говорим, она надежная, мы ее проверили. И теперь мы будем время измерять по движению объектов. Это в астрономии, в небесной механике тоже очень часто делается. Мы линейкой измеряем полет тела, там, брошенного под углом горизонта, и потом, веря в какие-то формулы, если мы в них верим, то мы из них вычисляем время. Все в порядке. Так тоже можно. Так мы редко поступаем, в небесной механике поступаем. Теперь о том, как мы измеряем время. Масса разных приборов. Мне очень нравится вот этот. Вот смотрите, никто не помнит, когда его изобрели. Ему тысячи лет. Внайдите еще что-нибудь в нашем обиходе, чтобы прожило и функционировало, и мы этим пользовались тысячи лет. Мы этим пользуемся. Вот, кстати, справа, вот эти часы у меня дома, от бабушки достались. Очень хорошо работают. И любой из нас, наверное, в кабинете физиотерапии видел, как сестра там переворачивает часики песочные и отмеряет нам вот время этой процедуры. Работоспособный механизм. Замечательно, но не очень точный. И, конечно, вот кого-то удовлетворяет, там, физиотерапия нормально, а нас уже не очень удовлетворяет. А я измерил точность своих домашних вот этих вот песочных часов. Полпроцента ошибка. Три секунды за десять минут. Сей богу, в быту вполне достаточно было бы. Но мы стремимся к более высокой точности. Когда-то китайцы пытались и сделали часы, где не песок пересыпается, а вода капает из одного сосуда в другой. Водяные часы. Я видел такой механизм. Южной Кореи был, там одно время работал. Стоит там в музее национальном. А вот это самые водяные часы. Они выше, чем вот до этого потолка. Громоздкая такая конструкция. Там много-много сосудов, чтобы уровень выравнивать. Не прижились. Точность небольшая, а громоздко, тяжело и дорого. Все это стоит сооружать. А вот песочные работают до сих пор. А были еще такие малоизвестные ночные. Огневые или огненные. А огневые часы, кому они были нужны? Средневековой интеллигенции, которая по ночам не спала, как и мы, книжки читала, переписывала. И нужен был источник света и какой-то часовой механизм. Были свечи разделенные на часы. А были вот такие лампадки, они же часы. И теперь вопрос к вам. Я два изображения такой огненного часового механизма нашел в современной книжке, художник нарисовал, и в музее, где действительно старый механизм сохранился. Наливаешь масло, фитилек горит, масло понижается, и там вот до полуночи и после полуночи часы отмеряет. Как думаете, кто был прав? Художник, сделав вот такой цилиндр, или древний мастер, который сделал такой усеченный, конусообразный цилиндр? Художник, потому что у нас, он же изменяется. Так, человек с эмблемой НАСА на груди говорит художник. Хорошо, есть другие мнения? Так, я думаю, тот музей, который... Ну, конечно. Люди с инженерного образования, вообще, знающие физику, говорят, что этот. Ну, хотя бы потому, что он в музее, значит, им пользовались когда-то. Нормально. А во-вторых, смотрите, человек из НАСА. Шкала равномерная. Когда у вас много масла, давление большое, фитилек горит ярко и быстро понижается уровень. Чтобы он понижался равномерно, надо, чтобы сечение было большое. А потом, когда к концу масло подходит, уже фитилек еле-еле горит, масло слабо-слабо, утекает из этого цилиндр, и может все ниже, как все медленнее и медленнее понижаться, и будут такие же деления, как и здесь. Одним словом, конечно, художник не думал о физике, а вот так вот на Абум-Лазере нарисовал. Были даже огневые часы-будильники. Китайцы изобрели. Зачем? Не знаю. Наверное, им было нужно будить в какой-то момент времени тех, кто засыпает. Там подвешивали такие вот клипсы, и когда спиралька догорала, они падали, и дзынь-блесни, ну, вызывали какой-то, значит, звук будили. Были горизонтальные часы-будильники. Там свеча горела, пережигала ниточку, и тоже дзынь, и человек просыпался. Китайцы в то время были, так сказать, на гребне технологий современных, потом немножко отстали. Но нам, то есть нашим предкам, нужен был все более и более точный часовой механизм, тогда обратили внимание на маятник. Говорят, первым обратил внимание галерея у Галилеи. Была история, что он, как профессор Пизанского университета, вынужден был ходить на утренние, на утренние чтения в церковь. Ему это было не сильно интересно. Он наблюдал, как люстры на длинных подвесках в церковном здании качаются, и понял, что от амплитуды качания не зависит период. А как он мог период измерить, если тогда не было часов еще надежных? Как вы думаете? По пульсу? По пульсу, конечно. По пульсу. Пульс человека это один удар в секунду, когда вы тихо, спокойно сидите и не нервничаете. Галилей не нервничал. Или нервничал, но пульс у него был нормальный. Но вот когда маятник раскачивается с большой амплитудой, у него не сохраняется период. Чем больше амплитуда, тем больше период колебания. А вот когда он с небольшой амплитудой раскачивается, то вполне школьная формула работает, и только от длины маятника, ну и от гравитации, которая неизменно, зависит период колебаний. Он это определил, но как это приспособить к часам? Ведь надо, чтобы часы работали долго, а маятник качнешь, он покачался и замер, и все, и перестал качаться. Не будешь же его постоянно? А надо было придумать механизм, который бы с одной стороны делал маятник хранителем пульса часов, а с другой стороны сами часы помогали бы ему не замирая качаться. И такой механизм, опять же, говорят, что придумал Гюйгенс, голландский физик, ну, на великих людей много чего, в общем, сбрасывают. Но, наверное, он какое-то участие в этом принимал. Это знаменитый анкерный механизм. Вот это вот колесико и вот эта коромысльца, это как раз его критическая часть. Ну, понятно, а кто-нибудь помнит вот такие часы-ходики? Помните, да? У нас дома были еще, там кошечка даже наверху была нарисована, у нее глазки вот так ходили, с маятником связанные. Ну, ладно. Подтянул гирю, и потом в течение суток она идет вниз и крутит все эти шестеренки. А вот это регулирует скорость хода. Работал он так. Одно качание маятника отпускает анкерное колесико только на один зубчик. Все, регулятор хода есть. Но сами зубчики подталкивают маятник и не дают ему замирать. Обратная связь тоже работает. Это гениальная вещь. Ее потом улучшали. Много разных анкерных механизмов. Был вот довольно хитрый такой. Ну, может быть, лучше работал, чем тот простой. Но до сих пор еще часы пользуются вот такой механикой. Этот механизм работал и, по-моему, еще работает в Москве на Тверской. Там здание центрального телеграфа есть такое. И там часы. По-моему, немцев это купили еще в 20-е годы. Вот этот часовой механизм. Видно даже анкерное колесо и вот коромыслятся там. Это лицо человека. Видите, масштаб. Это довольно крупный механизм. А это механизм боя. От часов он включается и дергает там за штучку, а наверху колокола отбивают полчаса, час и так далее. Очень надежная вещь и много лет работала. Кому нужно было самое точное время? Астрономам. Значит, астрономы сделали самые точные маятниковые часы. Вот так они выглядели. Они работают, по-моему, вот тут у меня есть. Вот, реальная фотография на стене нашего института в лаборатории времени есть вот такие маятниковые часы. Ну, тут сделали прозрачный цилиндр, чтобы было видно. Воздух откачан, ничего не мешает. Подвешен маятник там на сапфировых кристаллах, то есть, чтобы ничего не деформировалось. Тут электромагнитный привод, уже никакого анкерного колеса. Точность потрясающая. Я даже удивлен, что это часы Хетченко, нашего отечественного инженера. Он создал их когда? В 40-х? Нет, в конце 30-х годов. Точность 10-8. Что это значит? На одну 100-миллионную долю времени он ошибается за определенный отрезок времени. Ну, например, в году 3 на 10 седьмой секунд. Значит, эта штука ошибется за 3 года на 1 секунду. Фантастика. Механический прибор. Но ему нужны условия. Надо, чтобы стабильная температура была, чтобы никто его не трогал на стене, крепко все прижато. Поэтому мы его поместили в подземную лабораторию. У нас институт на Воробьевых горах, там в кампусе НГУ. Но нам специально метрострой вырвал шахту такую 18-метровой глубины. И там лаборатория была специально для этих часов, и никто туда не заходил подолгу. И они там под землей в стабильных условиях работали и выдавали большую точность. Собственно, они в нашей стране хранили время. Вот то время, которое по радио объявляли, самое-самое точное государственное время, вот эти часы как раз хранили. Конечно. узнавали. Что? А как узнавали? Никто спускался? спускался. Нет, никто не спускался. Там провод, видишь? А ему еду туда спускают? Нет, по проводу они выводили индикацию на электрические часы наверху. Никто туда не спускался. Вот. Ты меня сбила. Значит, все было бы хорошо, но постепенно приходили новые технологии и одна из новых технологий была связана с чем? Эти висят на стене, а нам иногда нужно носить на руке или где-то в автомобиле, на корабле, то есть нужны носимые часы, но эти явно не годятся, они стационарные. Значит, надо было что-то придумать другое. Придумали. Вместо гравитации и раскачивающегося маятника можно пружинный использовать. И тогда уже жесткость пружины будет регулировать его ход. Вот придумали наручные механические часы или там карманные или какие-то еще, но в общем такие носимые, переносимые. У кого были в детстве механические, которые заводить надо было? Правда, что ли? Ух ты. Они сейчас опять в моду входят, но уже очень дорого стоят. В них хитрость собственно та же. Тот же анкерный механизм, но он уже от гравитации не зависит. Вот их сердечко. Там кто открывал, тот и видел заднюю крышечку. Вот такое колесико, оно туда-сюда, туда-сюда, вот так вот колебрется на вот этой упругой пружинке, а вот анкерное колесо, все как надо, коромыслятся там, то есть все нормально, только вместо вот такого маятника, такой крутильный, и бьется вот такое сердечко. конечно, точности большой не давали, но было очень удобно. Были оригинальные варианты, вот посмотрите, у нас на часах обычно 12 часов, да, на циферблате, а это 24-часовой. Кому он был нужен? Подводником? Полярником. А, видите, карта Антарктиды, это мой друг, мне дал возможность их сфотографировать, а в антарктических экспедициях и в арктических там проблема длинный полярный день или длинная полярная ночь, и ты не знаешь, какой половине суток ты в данный момент находишься, и вот 24-часовой циферблат, он это дело правильно тебе показывает, а тут красными точками показаны, или они зеленые какие, я дальтоник, красные, да, хорошо, не ошибся, показаны положения наших советских антарктических станций, по-моему, сохранилось только две, одна на побережье и одна вот станция Восток, все остальные теперь там китайские, хорошо, вот такие часы тоже употребляли, и до сих пор их делают летчикам, вот штурманские современные часы делают такие, и всякие западные фирмы, Бремонт, вполне себе дорогая фирма, тоже делают для путешественников, ну в общем для тех, кому вот так надо хорошо ремень, к тому же такие часы еще роль компаса играют, если вы в районе полюса, у вас в полярный день, солнце один оборот вокруг вас делает и никуда не заходит, и часовая стрелка один оборот делает, так что если вы знаете на каком вы меридиане, часовая стрелка вам покажет направление на полюс, ну на другой полюс, в общем, север-юг, так что такие часы магнитный компас не работает в районе географических полюсов, там магнитные совсем даже не употребляются, магнитные полюса смещены, а эта штука и солнце на небе точно показывает направление географическое, так что это полезный механизм, но самые точные механические часы были нужны морякам, потому что когда ты в открытом море и тебе надо знать где ты находишься, широту географическую легко определить, дождался ночи, увидел где полярная звезда, ее угол над горизонтом это и есть твоя широта, а долготу, а долготу можно определить только зная из какого порта ты выплыл, расчет астрономический у тебя под руками таблицы, какое светило в небе, когда пересекает небесный меридиан на юге и храня на время того порта из которого ты выплыл и сравнивая его с солнечным временем где-то там в Тихом океане где-то оказался, можно понять на какой ты долготе и вот такие вот замечательные, это суперточные действительно часы, там два маятника колеблется синхронно, в общем, очень много и они в двух коробках упакованы и на кардановом, кто знает, все знают, что такое кардановый подвес, да, мы еще их используем иногда, в автомобилях на кардановом подвесе, чтобы коробка болтается, там корабль по волнам прыгает, а часы сохраняли горизонтальное, в общем, все-все предусмотрено и они действительно очень точно идут и моряк может не беспокоиться, что там месяц-два плавает где-нибудь в океане, а они показывают точное время того порта, откуда ты выплыл, вот как, видите, у нас это делали, ну, то есть придумали-то их не у нас, это английская конструкция, но мы их воспроизводили, они вполне себе хорошо работали, последние варианты даже с электрическим выводом были, там подогрев был внутри, ну, в общем, идеально все сохраняется, и без них вообще были большие проблемы, смотрите, карта мира составлена до изобретения морского хронометра, что мы видим, Тихого океана вообще не видим, тут какая-то Атлантика и все, больше ничего нет, ладно, берем Африку, мы же помним, какая она на картах, по широте вроде все в порядке, а по долготе она уехала куда-то, потому что долготу тогда просто не умели хорошо определять, и была масса казусов, плывет по Тихому океану какой-нибудь английский фрегат, смотрит, необитаемый остров, ну, или обитаемый, в общем, можно его назвать английским, воткнули флаг, определили координаты, отметили на карте все, новая английская территория, поплыли дальше, через год плывет там португальский корабль, смотрит, остров, никакого флага уже нет, аборигены его использовали, воткнули португальский флаг, определили координаты, координаты были неправильные, и вышло, что два разных острова на карте появились, и сейчас, если вы откроете карты Тихого океана, на океании, где много-много островов, вы увидите массу спорных территорий, вот они с тех пор спорные, идут, кто же его открыл, в конце концов, оказывается, был один и тот же остров, но при неправильном определении положения, казалось, что их два, или там даже больше, появился морской хронометр, все, карты приобрели, нормальные очертания, хотя еще там Антарктиды нет, Америку не исследовали, Австралию вообще только-только по берегу там ходили, но уже Африка приобрела свой нормальный вид, то есть все, по долготе стали определять нормальные координаты, благодаря часам. Середина 20 века на смену маятнику пришли электрические часы, их называют электронными, кварцевыми, они электрические, и действительно сердечком там является маленький кристаллик кварца, работают они так, между обкладками конденсатора зажат маленький кристаллик кварца, собственно, песчинка такая, специально вырезанная, а и электрический генератор подает переменное напряжение, она звенит там, болтается, изгибается, пьезоэффект, и если генератор попал точно в период собственных колебаний, собственные колебания, это когда вот стукнули по чему угодно, ладно, не буду, и оно звенит само, вот собственные колебания, такие не вынужденные, а собственные, а если попали в период колебаний, он начинает активно колебаться, как вот качели, мы раскачиваем с ребенком, попадаем, синхронность их качания, и они начинают все быстрее, дальше и дальше раскачиваются, и машинка работает, то есть кристаллик поддерживает частоту колебаний электрического генератора, дальше получают 1 Гц, то есть секунду, минуты, часы, дни, недели и так далее, и делят, и выводят на какой-то дисплей, вот так они работают. Они не электронные, они тоже механические, главный элемент, который задает темп работы часов, это механические колебания кристаллика, так что это механические часы, но с электрической начинкой, вот так они выглядят, если вы их когда-нибудь открывали, чтобы батарейку заменить, бывало? Нет? Конечно, бывало. Мужчины говорят, да, бывало, а девушки говорят, нет, отдавали кому-то, там меняют. Мужчина делала. Да, мужчина меняет. То, заметите, там батарейка, конечно, есть, без батарейки никуда, а еще вот такой маленький цилиндрик, в нем кристаллик кварца, два проводочка, и заставляют его там звенеть. Он звенит, но мы не слышим, потому что он звенит на частоте 32 кГц, для уха человеческого, это ультразвук, а собака слышит, кстати, собака слышит звон, электронных часов, а человек нет. Летучая мышь хорошо слышит. Можно отпугивать летучую мышь нашими часами. Вот, они так работают, и нам кажется, что да, у кого-то есть на руке, но у остальных-то айфон, там и прочий, смартфон, там часы, там какие, а какие там часы? Там тоже кварц. Там тоже кварц. И вообще, куда ни посмотри, вот любая штука электронная сегодня имеет вот это сердечко. Любая, холодильник, у которого там дисплейчик, с временем, ну, сковородка нет, телефон, пока нет, да. В общем, это вездесущая вещь. Откройте большой компьютер, там на материнской плате обязательно. Вот это буквально везде. Ну, а индикация может быть разная, кто к кому привык. Если стрелки нравятся, это на стрелке выведет. Если диджитал, там цифровой дисплей, ну, вам покажут цифры вот такие. Причем в продаже эти называются электронными, а эти кварцевыми. А открыв их сзади, вы увидите один и тот же совершенно, почти один и тот же механизм. Вот скажите, я открыл часы и показываю вам их обратную сторону. Как вы думаете, на передней стороне стрелки или цифры? Стрелки. Стрелки. Ну, почему я только мужские голоса слышу? А докажите, что стрелки. Ну, ручка, ладно, а это так, для Близиру сделала. Вообще, это обманная ручка, она ничего не крутит. А как еще понять, что там стрелки? Форма циферблата? Ну, электромагнит вращает, что-то. О, кто сказал? Спасибо. Вот, это кварц, кристаллик, а вот это катушка, электрическая, электромагнит, соленоид. Он бам-бам-бам, притягивает, и стрелки вращаются. Кварцевые часы оказались в миллион раз, точнее, механических. Это сразу перевернуло науку. В частности, астрономия. До появления кварцев, ну, это такие лабораторные, серьезные кварцевые часы, настольные. До их появления мы, астрономы, были хранителями времени. Мы его хранили, вот с помощью этих своих, с помощью вращения Земли, глядя, думали, что Земля равномерно вращается. Когда изобрели кварцевые часы, мы стали проверять, а Земля-то как вращается. А оказалось неравномерно. То быстрее, то медленнее. И вот только благодаря этим часам у них ошибка, миллионная доля секунды в сутки. За сутки, вернее, за миллион суток могут ошибиться только на одну секунду. Много лет. Вот, замечательно. Но на этом не успокоились и изобрели атомные часы. Вот это уже по-настоящему электронные, потому что там колебания электронов в атомах служат хранителем времени. Изобрели их где-то в 50-е годы, и потом точность возрастала, ошибка уменьшалась, и сегодня она достигла фантастически маленькой величины. 10,17 это вот что. В году 10,7 секунд, а в возрасте Вселенной 10,10 лет, то есть за время жизни Вселенной современные атомные часы ошибутся не больше, чем на одну секунду. Кому это надо? Вот, зачем такая безумная точность? Ну, поговорим. Надо именно вам и каждому из нас. Теперь уже не астрономы являются сохранителями времени, а физики, которые вот занимаются атомными часами, и вот что такое секунда? 9 миллиардов и татататататата, такое количество, целое число, такое количество колебаний электронов в атомах Цезия является, задает нам длительность одной секунды, и потом из секунды делаем минуты, часы и так далее. То есть никакая уже Земля нам не годится, как равномерно вращающаяся планета, она дрыгается, А вот это намного более точная вещь, колебания электронов в атомах, цезия. Цезиевые часы самые простые, они доступные, поэтому они сегодня везде используются и являются таким сохранителем времени. Атомные часы, цезиевые это одни из них, есть лабораторные, очень точные, очень громоздкие, требующие аккуратного ухода. А сегодня уже создали атомные часы, вот на атомах цези, размером с наперсток. Их уже можно в компьютер засунуть. И реально на некоторых крутых компьютерах, таких рабочих станций, уже не кварцевые, а атомные часы работают и хранят время. Еще скажите раз, зачем это нужно, кому это нужно, вот сейчас проверим, кому это нужно. Смотрите, а как с помощью часов измерить расстояние? Вот расстояние-то нам всем надо измерять. Мы пользуемся навигаторами, нам надо знать, где мы находимся. Оказывается, это прямо связано со временем. Ну, у физиков, у моих коллег есть такая шутка, как с помощью двух будильников измерить расстояние? Ну, там, высоту дома, например. Надо один из них бросить и по другому будильнику замерить время падения. Это шутка, но действительно часы позволяют измерять расстояние. Смотрите, как это можно сделать. Шагами к этому подойдем. Вот один из вариантов. Нам надо измерить расстояние от Земли до Луны. В принципе, мы могли бы взять телескоп и мощный лазер. И мигнуть лазером, полетел его луч, а на Луне поставить какое-то зеркало. Отразился от этого зеркала, прилетел обратно, а мы по часам замерили время полета света туда и обратно. Поделили пополам, умножили на скорость света, получили расстояние до Луны. Думаете, я придумал? Мы каждую ночь этим занимаемся. Там же американцы оставили угарковать даже. Да, ну не только американцы. Мы тоже оставили. То есть зеркало есть на Луне. Это хороший способ. Но очень мощный лазер, действительно очень мощный лазер приходится использовать. Большой телескоп, луч туда он рассеивается, обратно еле-еле приходит. Ну, в принципе, можно. А упростить эту конструкцию можно? Можно. Привезти на Луну часы и смотреть, просто смотреть на них в телескоп. Пока свет оттуда идет до телескопа, проходит некоторое время. Мы можем сравнивать время на этих часах и на наших земных. Тут примерно полторы секунды идет свет от Луны до Земли. Упростили лазер, нам не нужен. Там часы, и тут часы. И двое часов нам позволяют точно измерять расстояние до Луны. Вот вариант. Не надо никакого лазера. А еще проще. Все-таки рассмотреть часы на Луне, либо часы должны быть огромные, либо телескоп очень хороший. Тоже громоздкая ситуация. Давайте еще упростим. Там к часам приделаем радиопередатчик. И он будет сигналы точного времени по этим часам отправлять. А тут мы примем эти сигналы и сравним их с показаниями своих часов. Гораздо дешевле получается конструкция. Вот мы пришли к идее, как с помощью двух часов и сравнительно недорогого радиоприемника, ну может быть чуть подороже радиопередатчика, в общем достаточно простые вещи, определять расстояние. Так мы сегодня этим и занимаемся, ибо у каждого из нас есть навигатор. А навигатор именно так и работает. И в телефоне, в телефоне есть? Есть. И в автомобиле, и где его только нет. Как это работает? Ну на примере американской системы GPS, хотя все они устроены одинаково, и наша отечественная ГЛОНАСС, и японская, китайская Байдо, а и японская тоже, кстати. Потом расскажу. Ну, GPS была первая такая работоспособная, открытая для публики, я, значит, буду о ней говорить. Летает спутник, много спутников летает, на каждом из них есть атомные часы, как правило, пара атомных часов, на всякий случай. И мощный радиопередатчик. И они посылают сигналы, сколько времени натикало там на их часах. И все, больше они ничего не делают. Иногда я провокацию такую устраиваю, когда, в основном, когда с учителями физики школьными приходится общаться, я говорю, вот у вас навигатор есть, да, есть, есть. А как вы, как этот ваш приборчик определяет? Ну как, мой телефон посылает сигнал, спутник его ловит. На этом можно заканчивать разговор, конечно. Добить до спутника, это нужен такой радиопередатчик, который вы в карман не положите. Ничего ваш телефон никуда не посылает. Это наш спутник, ГЛОНАСС, глобальная навигационная спутниковая система. Они все устроены одинаково, это летающие в космосе атомные часы и радиопередатчики. Они летают обычно, вот окружая всю Землю. И у нас, у американцев, 24 спутника на разных орбитах так летают, чтобы где бы вы на Земле не находились, обязательно над вашей головой в данный момент несколько спутников видно. Летают и сообщают, который час на их часах натикал. При этом они же время от времени сообщают расписание своего полета, где, в какую микросекунду времени они на орбите находятся, иначе такая система работать не будет. Чтобы это определить, астрономы специальную службу поддерживают. Мы с помощью лазерного луча постоянно контролируем положение спутников на орбитах, вычисляем их будущее положение по формулам небесной механики и составляем расписание на неделю, где-то на 10 дней их работы. Точнее, на более длительный срок не получается, но на неделю можно. И им туда сбрасываем это расписание. А спутник, пролетая над территорией любой страны, посылает вот эти вот, они называются альманахи, расписание своего полета на ближайшие несколько дней на все наши вот эти вот гаджеты, на наши телефоны тоже. Так что телефон знает, где спутник, любой спутник системы GPS, например, находится. GPS это расшифровывается Global Positional System, система глобального позиционирования, то есть определение положения. Дальше, мы знаем, телефон наш знает, где находится спутник. Спутник посылает радиосигнал, какое время у него там атомные часы показывают. Но пока сигнал долетит до нас, пройдет некоторое время. Значит, наш навигатор сравнивает время отправления сигнала со спутника с временем, когда он к нам пришел. Ну, какой-то промежуток времени прошел, дельта Т. Умножает на скорость света, получает расстояние. Значит, мы где-то вот на этом расстоянии от спутника. А где он находится, мы знаем. Значит, мы где-то вот на этой шарообразной области. Но это еще плохо, да? Чего? Мы где-то на шаре. Получаем сигнал от второго спутника и определяем, где мы относительно него. Два шара пересекаются в общем случае по окружности. Это уже неплохо. Значит, мы где-то вот тут вот-вот. Хотелось бы поточнее. Дальше понятно, да? Получаем сигнал от третьего спутника, определяем, что мы вот на этом расстоянии от него. То есть он пересекается в общем случае с двумя точками на этой окружности. Мы либо тут, либо тут. Тут уже выбор простой. Мы-то знаем, что мы на поверхности Земли. Значит, одна из этих точек точно ляжет на поверхность Земли, а вторая либо там глубоко где-то под землей окажется, либо высоко в космосе. Это явно не наше положение. То есть можно было бы считать задачу решенной. Но не совсем. На спутнике летают атомные часы, безумно точные. А у нас в телефоне какие? Кварцевые. Неплохие, но уж не такие точные, как атомные. Значит, нам надо поправочку наших часов определить. И для этого надо четвертый спутник использовать. Во-первых, он нам уж точно выберет одну из этих двух точек. Мы вот скажем и тут. А во-вторых, поправку наших часов. Значит, что такое наше положение в пространстве? Это три координаты, наше трехмерное пространство, три числа. Четвертое число это поправочка наших часов вот в нашем навигаторе. Четыре уравнения, четыре неизвестных задачи решена. Минимум четыре спутника должны быть у нас над головой, чтобы навигатор сказал, где вы находитесь, и нанес на карту ваше положение. А сколько их на самом деле над головой? Ну вот хорошая такая эмуляция. Вот мы где-то здесь, в северном полушарии, в средних широтах, где Тверь и Москва. А это количество спутников системы GPS, которые в данный момент над горизонтом вот в этом месте наблюдатели. Да никогда их там меньше пяти, по-моему, даже не бывает, да? А бывает даже десять, а где-то там двенадцать даже мелькнуло. Ну, в общем, с избытком. Но это в случае, если у вас чистый горизонт, если его ничего не закрывает. А если вы едете в городе, а справа слева какие-то небоскребы бетонные стоят, тут вообще мало чего вы на небе увидите. И не каждый спутник свой сигнал пробьет сквозь небоскреб. Так что в городе, конечно, сложновато, на открытой местности проблем нет. В городах бывает, что едешь где-то в узком таком пространстве между домами, навигатор начинает шалить, ждет, когда там четыре спутника появятся, а то и нет. Но, в принципе, кто пользовался навигаторами, знает, что это надежная система и работает хорошо. А GPS американское и наши GLONASS, они одновременно создавались, потому что и то, и другое для военных требовалось. А они требовали, а все, что у американцев, все и у нас было. Но у нас были 90-е годы, немножко притормозило это все. Потом в 2000-е мы это наверстали. И сейчас как минимум две работоспособных системы, это наша и американская, работают. У американцев чуть-чуть повыше точность, у нас чуть похуже. У них там точность 2-3 метра они дают, положение наше. ГЛОНАС дает 3-4, там до 5 метров ошибка. Ну, в общем, для нас это никакая не ошибка. Нормально все. Кому надо точнее, геодезистам они точнее получают. Есть еще европейская система глобального позиционирования, Галилео. Но какая она европейская? К ней подключились уже и Китай, Израиль, Корея. В общем, она такая тоже. Она еще не полностью работоспособна. Наши ракеты, российские, запускают европейские спутники на орбиту. Но она вот-вот-вот, я думаю, она уже практически третья работоспособная система в мире. Китайцы. Китайцы никогда ни от кого не хотят зависеть. Они создают свою систему глобального позиционирования. Бэйдоу. Сначала они сделали ее накрывающую Китай, ну и несколько там соседних стран. Потом больше-больше. И хотели в 20-м году, ну, по-моему, только в нынешнем году полностью закончили глобальную систему. Теперь в любой точке мира вы можете видеть над собой американские, российские и китайские спутники надежно. Европейские практически тоже. Кто от них не хочет отставать, ну, Бэйдоу-2, она уже покрыла там Тихоокеанскую и этот Индийский океан территорию. А сейчас уже покрывает все. От них не хочет отставать Индия. Индия тоже нынче серьезная страна, у них своя космонавтика. Иногда покруче нашей. Индийский спутник вокруг Марса летает, например, уже, кто не знает. А Индия еще вот только территорию Индийского океана и сопредельных стран. Но я думаю, года через 3-4 они тоже сделают ее глобальной. Вот для чего нужны каждому из нас точные атомные часы. Япония страна отдельная, потому что она маленькая, но своеобразная. Им вообще-то глобальная система ни в чему, воевать они не собираются ни с кем. Но им надо, у них там в Токио такие небоскребы, что если спутник не висит точно в зените над головой у вас, вы его просто не увидите, сплошной бетон вокруг. И они, пользуясь системой GPS, запустили 3 своих спутника так, что каждый один из них обязательно висит точно над Японией. И транслирует сигналы системы GPS вот туда вниз, мимо небоскребов. И они добились точности позиционирования в 1 сантиметр. Зачем это надо к японцам, я не знаю, такая точность. Но вообще я был в Токио, я помню, там есть такие узенькие улочки. Промахнешься, они тут, ну сантиметр это по-моему избыток. Ну метр бы сделали. Ну в общем-то японцы, точность. Если бы вы так остановили, скорее всего, улучшили? Чтобы парковаться. Ну, наверное. Как и бед? Знать это история, потому что все это основано на радиосигналах. Радиосигнал легко заглушить, испортить. В общем, радионенадежная штука. Можете в этом убедиться. Возьмите свой навигатор, придите на Красную площадь в Москве и посмотрите, где вы находитесь. Он вам покажет, что вот где-нибудь во Внуково. В районе вот особо, значит, охраняемом, там так хорошо глушат и глонассовские, и GPS-овские спутники и портят координаты так, чтобы чужая ракета не прилетела в Кремль, а прилетела, например, во Внуково. Не жалко. А чтобы в Кремль не прилетела. Поэтому военных это перестало удовлетворять. Хотя они говорят, давайте нам что-нибудь другое. Основы для системы позиционирования не на радиосигналах основаны. Физики думают, кое-что придумали. Например, вокруг Земли есть два поля. Магнитное поле и гравитационное поле. Могут ли они нам помочь для определения нашего положения на Земле? Это вот рисунок якобы магнитного поля Земли. Он в школьном учебнике, он неправильный, конечно. Он не такое простое. Если бы оно было такое простое, пойди, определи, где ты находишься, тут или тут. Магнитное поле Земли очень сложное. И более того, оно все время меняется. Есть магнитный северный полюс, есть южный, они далеко не там, где географически. Есть еще вторичные полюса, там в Бразилии, у нас в Сибири. И оно все время дышит. Вот посмотрите, как дышит магнитное поле. Это старые измерения моряков, когда они еще в прошлые века с компасами плавали. Но это хорошо. Та страна, которая наиболее точно знает конфигурацию магнитного поля, она может, используя ее, свои системы глобального позиционирования на ней. Попробуйте испортить магнитное поле Земли. Невозможно. Значит, вмешаться в эту систему невозможно. И вот такое магнитное поле Земли кое-кто пытается использовать. У нас в Саратове есть институт критических технологий. Ну, понятно, что он военный. И он говорит, что вот разработал уже систему геомагнитной навигации. Большой точности она пока не дает. С GPS и GLONASS никакого сравнения. Но люди над этим работают. Гравитационное поле Земли. Раньше мы использовали одиночные спутники, чтобы прощупать гравитацию Земли. Теперь летают парами. Они измеряют расстояние друг между другом. И гравитацию Земли очень аккуратно прощупывают. Вот карта гравитационного поля Земли. Оно совсем даже неоднородное, неровненькое такое. Тут показаны, ну, красноватые – это избытки гравитации, голубые – это недостатки гравитации, аномалии. Как вы думаете, вот это вот географически, что за область? Гималай. А? Гималай, конечно. Гималай. Там выпирает такая масса из Земли. Вот с двух сторон можно на Землю посмотреть. Можно вообще покрутить Землю и посмотреть. Но раз такая вот сложная конфигурация гравитационного поля, ее можно использовать для того, чтобы понять, где ты находишься. Вот как раз в нашем институте как раз такие дифференциальные гравиметры испытывают, даже оригинальные конструкции делают, и военные очень этим интересуются. А гравитационное поле Земли оказывается еще и нестационарно. Вот оно все время меняется. Вот эта карта над сушей пока показывает, как меняется гравитация. И посмотрите, в течение месяца за месяцем немножечко меняется. А почему? А? Нет, то, что внутри Земли быстро не меняется. Нет. В каких единицах? Вот шкала. В сантиметрах эквивалентной H2O. Воды. А химидите, как это химидите? Мокрость. Нет, по-русски. А? Влажность. Вот. Влажность атмосферы, она меняется сезоном. То там сезон дождей, то сезон засухи. А влажная атмосфера больше весит, больше массы у нее, больше плотность. И вот все время гравитационное поле дышит. И опять же, у кого более точная система измерения гравитации, американцы сейчас столько спутников запустили, чтобы регулярно измерять гравитационное поле Земли. А это вот над океанами оно как меняется. Над океанами не так резко, как над сушей, там горы и всякие пустыни. А над океаном нет такого. Но тоже меняется. И вот это хорошая система, но не очень точная. А нужна военным безумно высокая точность, чтобы прям боеголовка вот в форточку могла залетать. Зачем им это нужно? Атомная бомба есть все равно. Там 10 метров туда. Ну, тем не менее, они хотят. И астрономы придумали кое-что. Мы открыли рентгеновские пульсары. То есть быстропеременные рентгеновские источники на небе. Это маленькие компактные нейтронные звезды с очень мощным магнитным полем, быстро вращающиеся. И тык-тык-тык-тык-тык в течение нескольких секунд импульсы рентгеновские выдают. Испортить это ничем невозможно. Это все в галактике распределено. И довольно хорошую систему навигации по рентгеновским пульсарам придумали. Только она немножко громоздкая. Рентгеновские детекторы, то, что принимает эти сигналы, это такие десятки килограмм весят. Я работал как раз в такой группе, мы сделали их тяжелые. А на боеголовке нужны легкие. Когда мы их сделаем легкими, тогда будет совершенно неуничтожимая, не ломаемая система навигации. Причем не только на Земле, но и по всей Солнечной системе. Где бы ты ни летал, эта штука будет работать одинаково надежно. Вот так. Сейчас я вас напугаю. У астрономов есть очень много систем измерения времени. Очень много. Это то, что мы со студентами проходим. Это даже еще не все. Со студентами больше. Но мы давайте остановимся на том, что у нас в быту для нас важно. Нам важен сутки, неделя, месяц, год. Оказывается, все это периоды астрономические. Год — это Земля вокруг Солнца. Месяц — это Луна вокруг Земли. Сутки — это Земля вокруг себя. То есть все это идет еще от древних наблюдателей неба. И до сих пор мы этими единицами измерения времени пользуемся. Ну а какое время у нас на часах, собственно говоря? Вот могли бы вы ответить, какое время ваши часы показывают? Как оно называется? Московское. Не Тверское, нет? Московское. Часовое место одинаковое. А ведь когда-то жили каждый город по своему солнечному времени. По Тверскому, по Новгородскому, по Московскому. Вот на этих, да, это московское время. И мы сегодня говорим, у нас московское или на час больше, или на два часа больше. Вот такие целые часы у нас иногда меняют гражданское, так сказать, местное. Вот какие времена для нас важны, и мы ими пользуемся. Не только московским. И не всегда скажешь, каким именно московским. Хорошо, давайте начнем. Во-первых, нам важно, конечно, жить по солнышку. Утром просыпаться, в полдень обедать, вечером засыпать. Значит, наше время так или иначе связано с движением солнца. Но солнце неравномерно движется. Вот если нарисовать положение солнца в полдень по нашим часам, в течение года, оно будет то отставать от меридиан, то есть от направления на юг, то спешить. И вот такую вот восьмерку она лему нарисует. То есть солнце неравномерно движется по небу. Потому что земля неравномерно вращается по орбите вокруг себя. Значит, нам надо какое-то среднее солнце, математическое солнце использовать. И мы его придумали, мы астрономы, мы взамен истинного солнца еще гоняем на наших расчетах такое виртуальное солнце, которое равномерно вокруг Земли бегает. И на нулевом меридиане, там, где Гринвичская обсерватория в Англии, считаем, что вот когда солнце там, на юге, вот это будет полдень, так сказать, всемирный. А U, T, Universal Time, всемирное время. Раньше говорили Greenwich Time, там Greenwich Mean Time. Сегодня вот такая аббревиатура, U, T, всемирное время. И от него отсчитывают все. Московское, это всемирное, плюс три часа. Там на Урале, это всемирное, плюс четыре часа. И так далее. Целое число часов. Очень удобно. Такую идею впервые предложили целое число часов отсчитывать от всемирного времени. А американские железнодорожные инженеры. Они сказали так, в середине 19 века, когда поехали уже паровозы по стране, очень неудобно. Выезжаешь по своим часам в своем городе, смотришь, поставил время. К концу дня приехал в какой-нибудь другой город, а там другое время. Сместился на восток или на запад. Это неудобно. Давайте в маленьких непродолжительных поездках будем считать большие куски своей страны и других стран, живущими по одному и тому же времени. Разделим всю землю на 24 таких вот пояса. И пересекая границу поясов, ну уж придется на час вперед или на час назад переводить время. А если не пересекаете, а где-то там бродите между Москвой и Тверью, ну вот пусть у вас будет одинаковое время. Очень удобно. И с этим согласились все и разделили землю на 24 часовых пояса. Но оказалось, что некоторые страны, какая-нибудь Швейцария там, вся страна в одном часовом поясе, а кусочек в другом. Неудобно. Значит, надо по государственным границам проводить. Все-таки как-то изогнуть эти границы часовых поясов. Изогнули, ладно. Вот современная карта часовых поясов мира. Это уже не пояса. Уже недавно мы отказались от этого тайм-белт и называем их тайм-зон. Потому что уже поясами их не назовешь. Они с такими хитрыми границами стали по административным, по областям, по государственным границам, по рекам и так далее. Но есть страны, которые вообще каким-то оригинальным образом живут. Вот я специально нашел несколько. Ну, пожалуйста, целое число часов от Гринвича, целое число. Иран на три с половиной часа от Гринвича. Афганистан на четыре с половиной. Индия на пять с половиной. Зачем от половинка, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то религиозными предпочтениями. Вот в мусульманских странах там надо очень точно знать. Ну, вот обратите внимание на Непал. На пять часов сорок пять минут от Гринвича. Рядом с ними Индия. Значит, они на пятнадцать минут от Индии, вот их часы идут вперед. Зачем? Я пытался это выяснить. Я даже связался с непальскими журналистами. Они говорят, не знаем. Какой-то конфликт когда-то был с Индией. Мы решили, что их время нам не подходит. И на пятнадцать минут перевели стрелки. В общем, вот такой исторический идиотизм, он сильно усложняет систему мирового времени. Здесь насыщением красной краской показано на разных территориях, насколько местное время отстает или опережает истинное солнечное. То есть, вот когда у вас солнце в меридиане, поднимает, там должен быть полдень, а у вас на часах не полдень. Вот обратите внимание на Китай. Тут все беленькое, тут все нормально. В Пекине часы идут по солнечному времени. А дальше в Китае сказали так, никаких поясов. Все живут по пекинскому времени. Все. И те, кто в Тибете живут, у них на три или четыре часа с солнцем расходится время. У нас вся территория красная. Сейчас я объясню, почему. Но есть и другие края. Не потому, что большевики тут. Это вот никто не выбирал цвет специально из политических соображений. Это просто потому, что вся наша страна живет на час вперед по отношению к любому времени. Это давно такая традиция. Наша страна вообще удивительная. Когда советская власть только началась, тогда вообще наука была как-то вот... Большевики, они все в эмиграции в Европе были, набрались культуры европейской, старались науку перетащить сюда. Поэтому разделили территорию прямо, как завещали, вот на часовые пояса. Американские железнодорожники. Американские железнодорожники. А потом началась катавасия. И в нашу эпоху она продолжается все быстрее. Особенно, когда Медведев пришел, по-новому переделили часовые зоны на территории России. В 2014 году последний крупный был указ нашей отечественной. Но есть области, которые вообще удивительны. Вот где-то тут Саратовская, вот Волгоградская область. У них что ни год, то местный совет народных депутатов меняет стрелки на часах. То они по московскому, то на час вперед, то опять по московскому. Поэтому это страшно затрудняет многие вещи. Согласование расписаний, поездов, самолетов. Согласование любой деятельности сегодня. Она не на коленке делается, а в масштабах страны или в мировых масштабах. Надо же согласовывать время. А когда у тебя каждый раз область или полстраны меняет свои часовые предпочтения, это кошмар какой-то. Ну вот на сегодня наша страна разбита вот так по часовым поясам. Удеятельное дело. Более или менее они как-то соответствуют географии. Ну вот примерно так. Еще ввели в начале 20 века в некоторых странах переход с летнего на зимнее время и обратно. Зачем это было нужно? Тогда была Первая мировая война. Первыми истощили свои запасы топливо немцы, как всегда. И им надо было как-то экономить. И они решили наиболее полным образом использовать дневное светлое время суток. Значит можно было поступить так. Как мы просыпаемся? Мы проснулись, а уже светло. Мы еще спим, а уже светло. А зато мы ложимся спать, когда уже давно стемнело. И зря сжем электричество, свечи или там керосинки. Значит надо было как-то заставить людей раньше просыпаться. Можно было бы объявить. Итак, заводы начинают работать не в 8, а в 7 часов утра. Народ бы взбунтовался. Мы привыкли просыпаться в 7 утра и вдруг на час раньше не хотим. Поступили иначе. Сказали, так переводим стрелки часов на час вперед и живем как жили. Это называется декретное время. Ну так сказать приказное время. Так и сделали немцы. Помогло им, не помогло я не знаю. Потом кончилось топливо во Франции. Первую мировую войну. И они так же. А потом началась революция, гражданская война у нас. У нас кончилось топливо. И у нас ввели декретное время. И забыли про это. И до сих пор, хотя вот вроде газа и нефти достаточно, и уже никакого смысла раньше просыпаться нет. Потому что почти все приборы у нас работают день-ночь одинаково, и сжем мы одинаково, и заводы там непрерывный цикл гоняют. И уже просто забыли об этом. Мы живем по декретному времени до сих пор, введенному в начале 20 века в нашей стране. Немцы, французы давно уже про это забыли, отказались мы еще как-то вот. Я не знаю, наверное, в Кремле просто забыли про это, и никто им не объяснил. Не знаю почему. То есть отменили летнее и зимнее время, но остались жить по-зимнему? Остались, про нашу страну, остались жить на... Нельзя говорить по летнему и зимнему, по декретному. Тогда не было переходов на летнее и зимнее. Просто на час вперед перевели стрелки часов и забыли про это. Потом стали переводить летом, а зимой возвращать. Тоже непонятно. Мы долго терпели, но вот после того, как прогнали большевиков из Кремля и сели там КГБшники, решили, что надо летнее и зимнее время вводить. Так, а где у меня? Вот, я тут записал. В Европе, в Западной, решили в нынешнем году отказаться от сезонного времени, летнего и зимнего. Мы, слава богу, отказались уже несколько лет назад и правильно сделали. Но я не знаю, откажутся или нет. Сейчас я в Эстонии, а она, так как Европа, живет. Они говорят, нет, мы сейчас вот через несколько дней опять на зимнее время возвращаемся. То есть, видимо, ковид как-то притормозил эту историю. Хотя, как это связано с ковидом, не знаю. Но, может быть, в этом году последний раз Европа будет переходить на летнее и зимнее время. Штаты, одни переходят, другие не переходят. Ну, в основном происходит переход на летнее и зимнее время. А в районе экватора никакого смысла нет. Там зима и лето, лето одним цветом, там солнышко в 6 восходит, в 6 заходит вечером. Никакого смысла нет. Так что вот декретное время – это поясное, плюс 1 час всегда. И, наконец, вот по какому времени-то мы живем. То, что у нас на часах, называется UTC. Universal. Ну, это аббревиатура не на английском, не на французском. Она такая смешанная по-английски. Coordinated Universal Time. Координированное всемирное время. То есть основой является Гринвич. Мы свои часы на целое число вперед переходим. Число часов. Там Москва – это плюс 3 часа. Ну, и Тверь тоже плюс 3 часа Гринвича. А что такое координированное? Это вот что такое. Оно как бы дважды координированное. Так, я не слишком долго? Вось минут пять еще. Пять минут? Мы еще машины времени нет. Ладно. Но это важно. Это то, что вот... Да. Сейчас сядем на машину времени на полчаса назад. Во-первых, по одним атомным часам никто бы не стал определять атомное время. А вдруг они испортятся? В мире работает примерно 350 атомных часов. Где-то треть из них в Штатах. Несколько десятков в России. По Европе примерно сотни часов. В общем, в разных культурных странах работает 3,5-100 часов. Сотни атомных часов. И мы все время сверяем их показания. И выводим среднее. Чтобы если одни из них ошибаются, чтобы не принимать их внимание. То есть координированное атомное время по сотням атомных часов, работающих во всем мире. Оно очень точное. Но оно же не знает о восходах и заходах Солнца. Эти атомные часы где-то там, они все под землей работают. В стационарных условиях. Вообще это для военной техники очень важная вещь. Поэтому они все там в бетонных бункерах. Но им безразлично атомным часам. Они тикают и тикают. А нам-то надо просыпаться с восходом Солнца. Значит, астрономы следят за движением, за вращением Земли, за восходами и заходами Солнца. И говорят тем, кто хранит время на атомных часах. Так, ребят, Земля маленько притормозила свое вращение. Слишком быстро ваши атомные часы насчитали, например, конец года. Надо ввести дополнительную секунду. Мы так и называем. Вот внизу мало кто видит. Лип секунд. Високосная секунда. А вот тут видно хорошо. Лишняя секунда. Что это такое? Когда астрономы говорят, что надо подправить показания атомных часов, делается следующее. Есть такая всемирная организация, там Палата меры весов, которая принимает решение. Надо год продлить, например, на одну секунду. Или на две секунды. Это можно делать только дважды в году. В самом конце июня и в самом конце декабря. Если решено добавить одну лишнюю секунду, вот ее называют високосная или скачущая, или дополнительная, по-английски leap second, вот как leap day, это 29 февраля, так же leap second, так сказать, наброшенная лишняя секунда, делается так. Вот скажем, приняли решение продлить нынешний год на одну секунду. Наступает 31 декабря, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. По истечению 59 секунды должен начаться Новый год. Но он не начинается. Начинается счет 60 секунды. И вот когда она истекает, начинается первая секунда, 1 января и так далее, следующего года. Вы этого не замечаете. Нам секунда туда, секунда сюда. Все компьютеры это замечают, конечно. И вот смотрите, как прыгало показание. Каждый раз одну лишнюю секунду добавляли. Ее добавляли, вот я показал в каких годах, вплоть до 2016 года, и вдруг Земля стала равномерно вращаться. Мы ее не добавляли ни в 2017, ни в 2018. В нынешнем году Земля даже чуть-чуть ускорила свое вращение, но решили не так уж сильно, чтобы отнимать одну секунду. В 2021 нынешнем году тоже не будет этой лишней секунды. В 2022 уже, наверное, придется ее выводить. Там уже накапливается коррекция. Вот так мы живем. Астрономы и физики секунду туда-сюда кидают, а мы этого даже и не чувствуем. Но компьютерам это не безразлично. И для системы GPS это вообще важно жизненно, и поэтому все спутники про это знают. Вот теперь о машине времени немножко. Можно ли путешествовать во времени? Да, сидя мы путешествуем вперед во времени. А можно ли ускорить путешествие во времени? Например, вперед. Унестись в будущее. Физика говорит, можно. Для этого есть, по крайней мере, две возможности. Первая — сесть на ракету и быстро-быстро куда-то улететь, полетать, потом прилететь обратно. Если вы будете летать с большой скоростью, то прилетев обратно, увидите своих родственников сильно состарившимися, а вы еще молодой, если радиация вас не убила в космосе. И таким образом вы... Ну да, но надо быстро летать. Я же сказал, очень быстро. Да, либо очень долго. И таким образом вы в будущее своей планеты вернулись и увидели... Ну, в фантастических фильмах это обыгрывается довольно часто. Это реальность. Так можно. Более того, это проверено экспериментально. Возили атомные часы на быстролетающих спутниках и самолетах, смотрят, да, действительно, они отстают и прилетают как бы в наше будущее. Не очень сильный эффект, но есть. А можно ли в прошлое таким образом отправиться? Вот таким нельзя, таким нет. Ну, можешь сказать, тот, кто остался на земле, он как бы увидит свое прошлое, да, к нему молодой его брат-близнец прилетел. Ну, это шутка. Нет, таким образом нельзя. Можно только... Но можно по-другому. Например, мы как бы в прошлое отправляемся, когда смотрим вдаль. Вот помните, про это я говорил, да? В принципе, можно увидеть, отправиться самому в прошлое, пока мы не знаем, как технически. Но увидеть прошлое мы можем. Вот я смотрю в телескоп на часы. Вообще-то они показывают другое время. Но пока этот свет, эта картинка дойдет до меня, там полторы секунды с Луны она идет, я увижу прошлое. Это уже не показания часов текущих, это то, что было полторы секунды назад. Когда мы смотрим на Солнце, мы его каким видим? Таким, каким оно было, восемь минут назад. Мы заглянули в его прошлое, правда, всего на восемь минут. Но можно поступить иначе. Можно действительно далекое свое прошлое увидеть, заглядывая очень далеко. Вот в фильме «Контакт», если кто его видел, хороший фильм по Карлу Сагану, можно отправить какое-то сообщение далеко-далеко. Его поймает другая цивилизация. Где-то там вообще далеко. И потом нам обратно вернет. И мы получим сигнал как бы из своего прошлого. Зачем нам это надо, не знаю. Но в фильме это как раз обыграно очень хорошо. Кто помнит, пришла там телепрограмма 1933-1936 года, в 90-е годы, и мы увидели свое прошлое. В принципе, можно. Астрономы занимаются этим регулярно. Мы не отправляем никуда сигнал. Мы просто очень далеко заглядываем во Вселенную. Наши телескопы смотрят вдаль, и значит, оттуда к нам идет свет миллиарды лет. И мы смотрим практически до момента рождения Вселенной. И телескоп — это машина времени, которая в прошлое нас уносит. Только в прошлое, в будущее не может. А любой астрономический инструмент — это машина времени. Ибо мы очень долго ждем сигнала, идущего откуда-то к нам, в свет звезды или еще чего-то. Вот вам, пожалуйста, путешествие не физическое, а, так сказать, получение информации из прошлого. У астрономов еще замечательно есть возможность увидеть прошлое. Например, когда происходит какое-то небесное явление, например, взрывается звезда. В 87-м году взорвалась звезда в галактике Большой Магелланово облако. Нам надо было, очень хотелось узнать, а что там было-то, что взорвалось-то? А то мы всегда видим взрывы, а что было, что взорвалось, не видим. Подняли старые фотографии, и на одной из них эта же область неба оказалась сфотографированной. И мы увидели ту звезду, фотография какая-то 60-х годов, которая в 80-х взорвалась. Это вообще перевернуло астрономию. Мы думали, другие звезды взрываются. Оказалось, именно такие. Но это очень полезная машина времени. Но мы ее сами организовали. Мы, так сказать, сделали снимки, а потом отложили их в сторону и когда-то вновь подняли. Вот эта звездочка долбанула, взорвалась, яркая очень была. И мы наконец-то увидели, какие звезды взрываются. Это в каком-то смысле машина времени информационная. Вот самое, это я, самое дорогое, что есть у астрономов, фотопластинки, фотографии неба, накопленные за прошедшие 150 почти лет. Это наша бесценная вещь, потому что это история неба, история Вселенной за прошедшие 150 лет. Это когда что-то происходит, мы кидаемся в свою эту стеклянную библиотеку, как мы говорим, находим тот объект, который нас сегодня заинтересовал, и видим его, удаленного от нас в прошлое, на несколько десятилетий. Не всегда это получается. Вот, например, увидели взрыв такой вот, удивительное такое явление, такая звезда в созвездии единорога. И не можем понять, какая из них-то вот долбанула вот так, что нарисовала на небе эту красивую штуку. Оказывается, не было у нас предыдущих фотографий этой области неба. Очень жалко. А можно как-то вот окольным путем выяснить, какая долбанула? Ну или вообще, какая звезда там участвовала? Оказывается, можно. Вот здесь такая газовая каверна, раздутая чем-то облако, в нем пустота, и вот оно там надуло. Что же там произошло? Вот мы сегодня сфотографировали эту область, увидели интересный объект, думая, что же там было? Было это где-то несколько тысяч лет назад, когда раскидавшая вот этот газ. Как нам узнать? Несколько тысяч лет назад никто неба не фотографировал, телескопов еще не было. А можно ли как-то узнать? Оказалось, можно. Свет оттуда пошел ведь не только к нам, он во все стороны пошел. И через несколько тысяч лет добрался вот до этого облака. Оно вообще там случайное. Рассеялся там, отразился и пошел к нам. То есть, с одной стороны, это пошло прямо к нам и сегодня долетело, а с другой стороны, оно пошло сюда и сегодня долетело. Вот эта вот разность во времени составила несколько тысячелетий, и глядя на это облако, как меняется его яркость, мы выяснили, что тут происходило несколько тысяч лет назад, так сказать, окольным путем. Зеркало. Это облако сработало, как зеркало, замедлившее, удлинившее путь света до нас. И так мы довольно сейчас часто такие работы делаем. Есть еще один способ узнать, заглянуть в прошлое. Например, падать в черную дыру. Если один наблюдатель, одна ракета с человеком падает в черную дыру, а другой наблюдатель где-то там вдали-вдали за всем этим наблюдает, он увидит, что ракета падала-падала, потом все медленнее, медленнее, медленнее приблизилась вот к этой границе, к горизонту событий и замерла. На самом деле, а что значит на самом деле? Для этого человека падающего все давно кончилось. Он пролетел и врезался туда, в эту суперплотную область, сингулярность, и там пропал. А мы, наблюдая хоть вечность, все равно увидим только его прошлое. Вот как он подлетал сюда и остановился. Время в мощных гравитационных полях совершенно по-разному течет для того, кто в этом поле и кто вне этого поля, вдали от него. Даже это можно почувствовать вообще в пределах, ну вот хотя бы какого-то небоскреба. Возьмите двое часов, пусть один сидит тут, а другой тут. Часы были аккуратно синхронизованы, потом вы залезли туда, и вы увидите, как их показания начнут расходиться. Один из них медленнее движется во времени. Как думаете? Ну, всегда хочется медленно двигаться, правда, побольше прожить. У кого из них время течет медленнее? У того, кто тут? А вообще обычно в вот этих вот вершинах небоскребов живут самые богатые, да? Там все эти пентхаусы, вот такое престижное жилище. Вот тут течет время, или в кочегарке там вот? Медленнее, медленнее. Правильно, правильно. Не живите в пентхаусах. Там время течет быстрее. Там гравитация слабее, и время течет быстрее. А чем ближе к центру Земли, в кочегарке оно, хотя я думаю, что для кочегара оно течет. Ну ладно. Вот, действительно, опыты такие ставили, и даже не нужен небоскреб, это так вот Москва-Сити просто взял для красоты. А на самом деле на расстоянии нескольких этажей физические приборы уже замечают, что одни и те же часы идут в разном темпе. И чем вы дальше от центра Земли, тем медленнее они идут. Ну, такая шутка. Но это шутка шуткой, но это правда. Если что-то падает в черную дыру, то смотрите хоть бесконечно долго, вы все равно увидите только... Мы начнем еще вопрос. Да, да. Откуда фотоны будут сбрасываться? Конечно, отражаться в глаза, смотря на... Вы имели в виду... Ну, падает кто-то черную дыру, и для... А их фотонов все меньше и меньше будет. То есть он будет все-таки исчезать? Ну, конечно, будет исчезать. Но когда они будут приходить все реже и реже. Ну, если дождетесь следующего фотона, то увидите. Наконец, я вам очень советую, я уже должен заканчивать, но есть замечательный физик наш, отечественный, Игорь Дмитриевич Новиков, он еще из шестидесятников, он сотрудник Академии Козельдовича. Он жив-здоров, ну, не скажем, что здоров, но жив, работает. И у него прекрасные книжки есть, без формул, но очень хорошие, как раз об этих самых делах, на которых я в двух словах, торопясь, пытаюсь сейчас вам чего-то рассказать. Очень советую. Они давно не переиздавались, но они все давно скопированы, конечно, в сети пиратами, потому что книжки, правда, хорошие. И, наконец, в кино. В кино это тоже воплотилось. Вблизи черной дыры время течет медленнее. Помните фильм «Интерстеллар»? Там приблизились к черной дыре, что-то покопались, покопались, вернулись назад. А тут уже все проскочило, все уже в далеком будущем. И вот эта красота, которая там нарисована в фильме, на самом деле правильная, потому что расчет внешнего вида черной дыры был сделан вот этим хипповым физиком, лауреатом Нобелевской премии, Кипом Торном, замечательный дядька. Я с ним с 1972 года знаком, он регулярно к нам приезжает. Он и тогда был хиппи, и сейчас уже не молодой, но он прекрасный физик. И это все было сделано благодаря тому, что его на эту мысль навел Карл Саган. Когда Карл Саган свой роман «Контакт» писал, он задал Кипа Торн вопрос, можно ли как-то перемещаться во времени и в пространстве быстрее и в разные стороны. В общем, как теория относительности может тут что-то. И оказалось, что может. Если помните, там в фильме, кто видел «Контакт», там такая штуковина сделана, которая помогает человеку за буквально несколько минут переместиться к беге, ну, в общем, на огромное расстояние. И эта идея вполне имеет физическую основу. Это так называемые кротовые норы. В рамках общей теории относительности это математика этого дела существует. Можно создать такой геометрический коридор, ну, как в пространстве времени, такой вот коридор, сквозь который просто по обычному пространству далеко, а сквозь коридор рядышком. Это называется «warm hole» по-английски, или «червоточина», по-русски мы говорим «кротовые норы». И именно это обсуждали люди. И академик Зельдович, вот замечательная фотография, это Зельдович, это Шкловский, а это Игорь Дмитриевич Новиков, молодой. Все три корифея наши. И они как раз, а вот это, я скопировал этот слайд, Игорь Дмитриевич на днях читал нам доклад по Зуму и показал вот эти вещи. Он первый, пожалуй, придумал, собственно, он придумал вот эту вот геометрию, что две черных дыры, одна из которых на самом деле называется белой дырой, потому что сюда втягивает, а оттуда может вылететь, они могут создать такой, вместе создать такой временной коридор. И все это кажется фантастикой, но Игорь Дмитриевич Новиков буквально на днях в журнале о успехе физических наук опубликовал статью, что машина времени возможна. Пока она возможна только на бумаге, в виде теории, но вот кротовые норы, это вполне себе представимый объект, он не противоречит нынешней физике. В одну нырнул, из другой вынырнул, и ты либо очень далеко во вселенной, либо перенесся во времени, не только вперед, что элементарно, но и назад во времени, что вообще говоря, логики противоречат. Как это так, назад во времени? Перенесся назад во времени, убил там своего дедушку. А как же ты тогда родился, если уже дедушки и папы не было? Ну папы ладно, можно еще найти, мамы не было, вот бабушку убил, да? В общем, кого-нибудь там пристукнул, и твоя судьба уже пошла по-другому, а ты же был. В общем, путешествие назад во времени в логику не укладывается, а в математику укладывается. Вот такая история. И вот человек, который во все это верил. Это Николай Семенович Кардашов. Он недавно умер, к счастью, очень длинную, очень интересную жизнь прожил. Последние 30 лет он работал над проектом космического радиотелескопа, радиоастрон, воплотил его, телескоп летал, и одной из задач был поиск кротовых нор. И Николай Семенович верил в то, что это есть, что может быть, центры галактики являются такими, входами, выходами из кротовых нор. Фантастика. Но этот академик был фантазером в хорошем смысле слова и работал на это дело. Сейчас мы пытаемся сделать следующий, более могучий телескоп, тоже космический. Может быть, он поможет это открыть. А вот так сквозь кротовую нору можно было бы чего-то увидеть. Здесь она вот рядом с домом находится, мы сквозь нее смотрим. А куда мы смотрим? А это неизвестно, куда этот пространственно-временной туннель ведет. Может, это наша Земля, может, соседняя планета, может, даже соседняя галактика, или вообще другая Вселенная. Вот тут уже я, моей фантазии не хватает, а фантазии Андрея Линда хватает. Мы с ним друзья, но он уже, правда, в Стэнфорде работает, а я все еще в МГУ. Но он как раз теорию многочисленных Вселенных развил. И последний мой слайд. Игорь Дмитриевич считает, что кротовые норы могут соединять разные Вселенные. Вот это я не понимаю, потому что в разных Вселенных разная физика, а где она там кончается, одна физика начинается другая. Но это надо нырнуть и проверить. В конце концов, все кончается экспериментом. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела спросить. Я вот как раз слышала про вот эту теорию пузырьковых Вселенных. У вас было на слайде. Не могли бы вы рассказать, ну или хотя бы сделать предположение, а что вообще может произойти с человеком или кем-то? Не мог бы. Я думаю, ни Линда, никто не может. Это настолько далеко от эксперимента. Это фантазия на уровне математики. Понимаете, математика не всегда говорит о жизни что-то точно. Вот возьмите карандаш обычный и попробуйте поставить его на острие, на стол. Он же никогда не будет стоять. А математическое уравнение говорит, ну что, может, положение равновесия найдите и будет стоять. Но оно неустойчивое, он обязательно упадет. Так же с этими кротовыми норами. Они неустойчивы. И когда Кепторн еще работал над ними в 80-е, 90-е, все были уверены, что кротовые норы в принципе на бумаге можно себе представить как такие вот геометрические образы, но они будут неустойчивы. То есть стоит туда засунуть руку, он тут же схлопнется и ни руки не будет, ни кротовой норы. Но буквально недавно появилась надежда, что они могут быть. Мы открыли, ну мы как астрономы в целом, открыли антигравитационную силу. То, чего только в фантастике раньше было. А теперь оно, оказывается, реально существует. Называется темная энергия. Мы видим, как она расталкивает галактику. И вот если в кротовую нору эту самую антигравитацию забить, она ее сделает устойчивой. И тогда, может быть, нырять туда можно будет безбоязненно. А что при этом с человеком произойдет? Нырните. А можете рассказать подробнее про темную материю? Там ведь вроде как хотели зафиксировать какие-то частички... Вы хотели о материи? Но я говорил только что о темной энергии. Это антигравитационная... Или о материи. Это ничего общего. Они темные. Потому что темные в смысле дак. То есть мы ничего ни о той, ни о другой пока не знаем толком. Так что вас интересует? Материя или энергия? Ну вот как раз то, про что вы сказали. Там вроде какие-то частички зарегистрированы. Нет, нет. Вот сейчас вы говорите о темной материи. Темная материя — это гравитирующее, нормальное вещество, природу которого мы не понимаем. Но его много. Мы его чувствуем. Звезды в галактике летают так, что мы, прослеживая их орбиты, понимаем, галактика набита какой-то притягивающей средой. Обычной, притягивающей, гравитация, нормальная. Только вот что это? Такое темная материя. А точнее, вещество, надо говорить, а не материя. Потому что мы это по-английски, вещество. Мы не знаем, какие-то частицы. Делаем всякие установки, чтобы их поймать. Уже отмели многие-многие варианты, которые легко было поймать, но мы их не поймали. И теперь осталось ловить только то, что практически невозможно поймать. Вот я уже несколько лет преподаю в Новосибирском университете, параллельно с московским. Именно потому, что мы там, ну мы это, не я, конечно, а физики-экспериментаторы, делают в Институте ядерной энергии, там, в Академгородке, такие вот ловушки для темного вещества. Сделали их, отправили в Италию, там в туннеле, в горе их смонтировали, в Гран-Сосо, и пытаемся их там поймать. Не ловится пока. Вот поймаем, тогда узнаем, что такое темное вещество, Дак-Меттер. А темная энергия, мы о ней вообще пока ничего не понимаем, видим, как галактики ускоренно друг от друга улетают, с ускорением. Значит, это что-то расталкивает друг от друга, не притягивает, а расталкивает. Что, мы не знаем, полный ноль. Говорить не о чем. Еще разрешите быстренько, последний вопрос задать. Вот мы говорили о том, что сейчас самые точные часы, это там атомы, например, атомы, да? А если говорить о Большом Взрыве и о том, что было до Большого Взрыва, то как время, получается, появилось после Большого Взрыва? Тоже никто не... Вот вопросы, на которые нет ответа. Мы не знаем. Большой Взрыв был. Было очень плотное состояние нашей Вселенной. А что было до него, пока есть только гипотезы. Ну, есть такая гипотеза о инфляции, которая говорит, что было очень сильное антигравитационное поле, гораздо сильнее того, что мы сейчас чувствуем во Вселенной. И оно растолкнуло, в виде взрыва, толкнуло все во все стороны. Но это гипотеза, ее проверить трудно пока. Спасибо за лекцию. Я хотел спросить. Вот, допустим, есть черные дыры. Я слышал, что есть гипотеза о белых дырах. Автор ее, как раз, Игорь Дмитриевич Новиков про белые дыры. Как теоретически будет вести себя пространство и время вокруг таких объектов? Пространство и время будет очень похоже. Да усядьте. Очень похоже будет на то, что вокруг черной дыры. Только мы будем видеть не влетающее туда, а вылетающее оттуда вещество, ну, может быть, и излучение. То есть, грубо говоря, это решение общей теории относительности с знаком времени, повернутым наоборот. Формально существует. Любое математическое решение можно, поменяв все знаки, сделать правильным. А в природе, вот, Кардашов ищет их. Ну, и не только Кардашов. А мы не видим пока. Черные дыры видим, туда все ныряет. А белых дыр не видим. Была идея, что они могли быть как задержавшиеся во времени микро-большие взрывы. Большой взрыв был, если какие-то области пространства-время притормозили, так сказать, с разлетом, они могли бы сегодня вот так вот мелко в виде белых дыр разлетаться. Искали, не нашли пока. Я еще слышал, что недавно возможность задедектировали частицу темной материи. Вам кто-нибудь известно об этом? О, это не первый год, говорят. Тут слово возможно. Главное. Очень много групп экспериментаторов над этим работает. И каждое время от времени говорит, кажется, мы нашли. Все, после этого молчание. Пока нет. Спасибо большое. Я бы хотел спросить насчет часовых поясов. Да, да. Ведь каждый часовым поясом и часовой зоной измеряется ровное количество времени. Но ведь оно же неравномерно. Почему только почему по зонам делят, а не как бы зона, час и еще плюс сколько-то минут секунд? А потому что это неудобно. Мы обычно путешествуем на небольшие расстояния. Если бы я сейчас, приехав из Москвы в Тверь, стал переводить на 15 минут часы, то зачем мне это нужно? Или вы в Москву пойдете? Зачем вам эти 15 минут на часах? Но если я поеду на Дальний Восток, но тут уж никуда не поделаешь. Часы показывают полдень, а у нас Солнце на Дальнем Востоке уже зашло за горизонт. Целое число часов это хороший такой квант времени, который мы чувствуем в быту. на 15-10 минут не чувствуем. Вот и все. Из соображений удобства. По ловушке мышления, к которым привык наш музык. Ну, проще запоминуть. Так можно сказать, да. Подскажите, сейчас самые точные атомные часы, правильно? А в перспективе что-то точнее планируют? Они все время становятся все более и более точно. Вот на тех картинках, что я показывал, там была такая линия, которая показала рождение атомных часов с лазерным охлаждением самих атомов. Дело в том, что летают, когда атомы в этих часах, они немножко движутся, там атомы водорода или цезия, и это их движение за счет эффекта Доплера немножечко смещает частоту их колебаний. Сейчас придумали, как на скрещенных лазерных лучах останавливать атомы, они замирают, никуда не движутся, и точность часов значительно увеличивается. Вот это с лазерным охлаждением атомные часы, сейчас, по-моему, они нулевые почти. Сами атомы. Электроны-то там бегают, но сам атом не летает, вот Доплер эффекта туда-сюда его нет. Ну вот, куда еще дальше? Мало ли. Добрый вечер. Точнее, временной. Значит, хотел вопрос задать такой. Google недавно сказали, что создали на основе квантового компьютера тампоральный кристалл, то есть кристалл с внутренней временной симметрией. Не нашел вообще внятного объяснения, что это такое. Я ничего не слышал, об этом не могу. Сам по себе квантовый компьютер, это уже почти фантастика. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. У меня небольшое уточнение сначала, что есть гипотеза, что у нас Вселенная имеет форму кончика или бублика, и в таком случае мы можем заглянуть в... Сейчас гастрономические аллюзии начнутся, все голодные уже. Вопрос заключается в другом-то, что вот в рамках истории времени откуда у нас вообще появилась единица измерения времени, как секунда, минута, час. Про секунду мы сегодня говорили. Разве? Да. Пощупайте свое запястье. Значит, у меня другое сердцебиение. То есть заключительно секунда была изобретена в сердцебиении. Она стала не основой, но удобной единицей времени. Основой стал, конечно, оборот Земли вокруг. А потом стали делить на доли удобные в смысле математики. Вот если бы, например, на 13 часов разбили сутки, не поделишь 13 часов ни пополам, ни на четверти. 24 часа очень удобно делиться. И на 2, и на 4, и на 6. Договорились, да, очень удобно. Ну а до секунды опустились, ниже уже нормальным людям. Что там, один удар сердца, что еще может быть? Короче, это исторические все вещи. Спасибо, Таник, Фульс. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос как раз вам как-то последних слайдов про черную дуру. И когда путешественник, так назовем, приближается к этому событию, вы сказали, что другой наблюдатель будет видеть, как он не останавливается. У меня хотел не стал перебивать. Вопрос следующий. А если он когда падает и вернется и увидит, что? То есть он увидит конец вселенной, потому что чем ближе горизонт событий, замедляется время, то есть соответственно время, которое он увидит внешне, оно очень сильно ускоряется. Нет, нет. Или так? Он пролетит вплоть до центра черной дыры за свое конечное время и увидит только то, что за это время те кванты, которые вслед за ним туда летят с вселенной. Он будущего не увидит. Спасибо. Пожалуйста. Бера пути если можно два вопроса, если не то один. Можем три. Нет. Что вы лично ожидаете от запуска тренинса вайбер? Что вам больше всего интересно? И второй вопрос. Действительно ли мы никогда не измеряли скорость света в одном направлении и отмеряли скорость света туда- обратно? Нет. Со вторым сразу. Первое измерение скорости света было в одном направлении, а именно в 1660 году астрономы измерили скорость света, глядя на то, как движутся спутники вокруг Юпитера. Только глядя на то, как они движутся. Но измеряли то с Земли, а Земля то ближе к Юпитеру, то дальше двигаясь по своей планете и зная размер земной орбиты, то есть мы то ближе, то дальше от Юпитера, наблюдая за тем, как движутся. А спутники Юпитера это практически те же часы, они регулярно крутятся. И видели, что то замедляется их движение, то ускоряется. Это было понятно, потому что Земля то ближе, то дальше к Юпитеру. Это позволило впервые измерить скорость света с ошибкой не больше 25%, даже 20%. То есть только в одну сторону. Никто туда не посылал луч, а только получали оттуда. Потом, конечно, начали физический эксперимент, когда туда-сюда бросались, зеркала вращались, вот и сейчас так делают, но первое измерение было только туда. А первый ваш вопрос касается космического телескопа, Джеймс Уэбб, который вот-вот, уже давно говорят, что вот-вот должны запустить. американцы сделали новый космический телескоп намного большего диаметра, Хаббл. У Хаббла 2,5 метра диаметра объектива, а этот 6,5 метров. Но по этой же причине он такой большой, что его не воткнешь в ракету, и его сделали складным как зонтик, даже еще более. Вот какие самые сложные зонтики? Втрое складывается, да? А этот 24 раза складывается. А? Олегами. Есть такой зонтик, да? Нет, про зонтик я не знаю, про Джеймс Уэб, да. И бояться его запускать, не отлаживая там вот все до самой последней секунды, ну в общем, не дай бог не раскроется в космосе. Но я думаю, все-таки через несколько месяцев он уже полетит, что я ожидаю того же, что все остальные астрономы. во-первых, будет видеть очень далеко, а во-вторых, будет видеть очень маленькие объекты. Зеркало огромное, объектив огромный. И для меня интереснее, когда он будет смотреть на экзопланеты, то есть планеты у других звезд, находящиеся. Он сможет химический состав их атмосферы прощупать, и может там благоприятные для жизни какие-то условия мы найдем. Для космологов интереснее, что он далеко заглянет, и те галактики, которые мы сегодня не видим там вообще, в самую раннюю молодость нашей Вселенной, родившиеся, он увидит. Ну, в общем, у него будут очень большие возможности, но главное, чтобы он раскрылся, там все раскладное, вот на Хаббле ничего раскладного нет. Сделали, запустили, и он там 30 лет работает, а тут вот все будет разворачиваться, разворачиваться, что-нибудь зацепится, были у нас такие истории. Мы запустили телескоп, радиотелескоп диаметром 10 метров, мы российские инженеры, в виде зонтика, просто зонтика, который вот так вот открывается. В космосе он бац, и не открылся, зацепился за космическую станцию Мир, и потом пришлось космонавтам выходить с щипчиками для ногтей, перекусывать там многочисленные тяжи, такие, чуть не угробили сами себя, чтобы его выбросить в космос от станции оттолкнуть. А Джеймс Вебб там космонавтов не будет, там все автоматика должна сделать. Ну вот я надеюсь, что в начале, нет, сейчас скажу, 18 декабря его обещали запустить, прямо вот под Новый год. Посмотрим. Спасибо, еще вопросы. Где-то здесь. А что, ты руку подняла? Или... Да? А давайте спросить хотела, нет? тут у нас же есть. Вот если... Как говорит? Он не работает. Если каждый год время контролирует, то это добавляют по одной секунде. Как получается то, что раз в четыре года добавляют в Сокорский день? День совсем никак не связан. Что такое день? Это же огромный промежуток, 24 часа. И мы придумали такой календарь, чтобы в году укладывалось целое количество дней, чтобы каждый Новый год был 31 декабря в полночь. А на самом деле год немножко длиннее, на 6 часов. И вот проходит 4 года, и из этих 6 часов сколько складывается? 4 по 6. 24. Один лишний день. И вот он говорит, а в этом году високосном будет один лишний день, 29 февраля. И тогда выравнивается. И опять ждем 4 года, накапливается по 6 часов разница, и мы снова добавляем один день. Так красиво все очень придумали. Еще древние греки это придумали. А у тебя не работает микрофон? Работает. Работает? Давай вот это. Давай вот это, но есть же микрофон. Владимир Георгиевич, а как же могут существовать мультивселенные, если вселенная бесконечна? Давай такую модель сделаем. Шар. По шару бегает муравей. Вот сколько бы он не бегал по шару, он никогда границу там не найдет. Будет бегать, бегать до истощения, никакой границы нет. Он подумает, что поверхность шара бесконечна. Но мы-то видим, что он вполне себе конечный шар. Вот так же вселенная может быть замкнута, только не в двумерном, а в трехмерном исполнении. У нее может быть конечный объем. Мы, как муравей, можем бегать по своей вселенной и нигде не встретить границу. Бабах, уперлись, ее нет. Но объем нашей вселенной может быть конечный. За ним другая вселенная. Вот как перепрыгнуть из одной в другую, это только кротовые норы, которые есть или нет, никто не знает. Но вполне вселенные могут быть замкнутыми с конечным объемом. Так же, как поверхность шара замкнутая сама на себя с конечной поверхностью. Может такое быть. поводу гравитационного поля Земли. То есть, как мы с тебя там видели, это в некотором смысле коррелируется с рельефом планеты. Чем больше плотного вещества выпирает из планеты, тем больше там гравитация. Плюс это еще коррелирует с влажностью воздуха. И получается примерно такая картина. Или все-таки есть из этого исключения? Опускай. Нет. Исключений нет. Но сказать, что прям выпирает и все нельзя. Там внизу, даже под плоской земной поверхностью, может быть более плотное вещество. Например, на Луне. О, на Луне такая история. Вокруг Луны уже много десятилетий летают искусственные спутники. Мы там тоже гравитационное поле промерили даже лучше, чем земное. И там есть такие области положительных и области отрицательных гравитационных аномалий. Вроде ничего на поверхности, никаких эверестов не выпирает. Смотрим, гравитация повышена. Спутник летит, приседает, притягивается к чему-то, потом снова поднимается на армию. Есть места, где спутник поднимается, то есть ослабленная гравитация, потом немножко. А на поверхности никаких эверестов, никаких ям. Это значит, что под поверхностью какие-то более плотные и менее плотные породы лежат. И вот как бы в основе получается проведение вот этих исследований и есть как бы изучение Земли, скорее, не гравитация ее состава. Внутри, да, да. Это старая история. Ладно, спутники. Еще до спутников по Земле ходили люди, у нас даже отдел есть такой в институте гравитационных измерений, гравиметры, такие приборчики, там маятник, кстати говоря, колеблется, ходят и меряют, ставят этот приборчик, смотрят, как маятник колеблется. Помните формула колебания маятника? L длина маятника в числителе, G гравитационное ускорение в знаменателе. Если маятник не меняется, то ты с ним ходишь по Земле и меряешь G ускорение свободного падения. Там, где побольше это ускорение, что-то плотное лежит внизу. Какая-нибудь порода с железом, с чем-нибудь еще. И так выявляли места, где надо копать и железосодержащие всякие породы вытаскивать. Или еще более хитрые вещи есть. Наши астрономы с гравиметром в конце 50-х, в начале 60-х годов плавали на подводных лодках. Зачем? А оказывается, у подводной лодки почти нет возможности ориентироваться. компас там под водой очень плохо работает, звезд не видно по гравитационному полю Земли. И вот когда атомные подводные лодки стали у нас уже, и у американцев тоже, гравитационные аномалии под водой на уровне дна морского измерили, и на каждой подводной лодке есть так называемый гравиметр, там еще более сложные приборы, и они только вот по этим особенностям гравитационного поля Земли ориентируются под водой. Насколько мне нечестно, модель пространства времени она не двухмерная, а трехмерная. Трехмерная ее двумерная четырехмерная 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 изображает только для удобства. Ну конечно, да. как тогда в четырехмерной модели пространства могут возникать кротовые дыры? А почему нет? Даже в двухмерной могут? Вот сейчас сделаем. А, нет, ну нехорошо портить журнал. Ну, смотри, двумерная модель, да? Ну, двумерная поверхность. Мы отсюда сюда будем ползти долго. А если свернем ее или проткнем ручкой здесь, кротовую нару, так сказать, сделаем, бам, и перепрыгнули из одной точки в другую. Ну вот как раз таки с двухмерной и понятно. А как с четырехмерной это работает? У меня голова только в трехмерии соображает. Дальше математика. А как когда с трехмерным? Нет, в трехмерном понятно. Черная дыра, вот шагнул в нее и вылетел на другом конце вселенной. Математика... Это не сжатое пространство или что? Или наоборот разжатое? Нет, на словах это невозможно. Эпитеты можно разные говорить. Время это длительность и ничего не объясняет. Метафоры только. Метафоры, да. Только математика. Читайте учебник по общей теории относительности, смотрите, там уравнение все четырехмерное и есть уравнение таких замкнутых поверхностей. Ну, куда деться. Спасибо. Так, есть вопрос А. Чисто ради интереса. Мы знаем, когда произошел большой взрыв, когда Вселенная станет холодной, а когда начнется снова все. А вы знаете, когда она станет холодной? Нет, в законе техно-динамики. Что в бесконечном времени она только станет совсем холодной. Ну, то есть, как бы, это еще далеко. Далеко. Игорь. Ну, да. Я догадываюсь. Можно дальше работать. Смотрите, система позиционирования, ну, их достаточно много. Они не знаю, настолько немощные, могут ли они позволить, первая часть опроса, позиционироваться на луне, то же самое, Наши? Нет. Не могут. Нет. Тогда вопрос, есть ли предпосылки какие-то экспериментальные вещи, да, создать тот же самый, например, излучающий, ну, неважно, радиацию, или там, рентген, источник, не оснащая каждый там наш спутник, планету, на которой мы хотим что-то проводить очередной группировкой, да, очередными системами для того, чтобы там размещать какую-то технику или что-то другое. каждый раз мы будем ловить что-то от Земли, или каждый раз нам нужно быть новую группировку заводить на каждом, ну, на Луне. Сейчас я правильно понял, как для каждой планеты создать систему позиционирования? А, да, или, может быть, уже это не требуется, может, уже есть ну, как, нет, пока не требуется на Луне и на Марсе кому они там нужны? Там народу еще нет. Есть план на Луну уже. Что? У нас есть план на Луну уже создание группировки. Да, но когда начнутся работы уже, массовые работы на Луне, ну, можно будет не 24 спутника запускать, там горизонт, в общем, открыт, гор больших нету, ну, 12 спутников, к тому же, сегодня спутники стоят так дешево, Маск их запускает, там десятками. Наверное, придется создавать, кстати, на Луне это будет очень сложно сделать. Там такое гравитационное поле, что они недолго будут летать и падать. На Марсе проще будет это сделать. Наверное, когда жизнь начнется, такая активная на Марсе, ну, сделают там GPS Марс, GPS Луна. А пока кому это надо? Хотя... А вы же все не говорили, кто в рентгенах. Прошло. Приемники пульсаров, если поставить везде... О, они дорогие, это рентгеновские телескопы, это вам... Процессоры лет 30-40 назад тоже были дорогие, но сейчас в любом кармане лежат. Потому что в массовом производстве, а кто же... Ой, я не тот, я работал в рентгеновской астрономии, мы спутники запускали, они такие громоздкие, что как-то это не очень удобно. Чего? Нет, рентгеновские. Рентгеновские очень... Просто большие. Поток маленьких рентгеновских лучей, приходится делать вот такие детекторы. Ну, вряд ли это вообще пойдет. Спасибо. Еще один или два вопроса? Да больше нет, по-моему, вопроса. Все устали. Скажите, пожалуйста, самолет Москва-Нью-Йорк, это... назад... Прошлое? А Нью-Йорк, Москва, это вперед в будущее? Я бы сказал наоборот. Когда вылетел в Нью-Йорк, это в будущее. А может, в прошлое? Мы же возвращаемся в прошлое. А не надо возвращаться. Спасибо большое. Спасибо за это. Спасибо.